Удивительно знать, что Господь в Варвардике говорит своему судье, объясняя природу общей божественной любви, божественного отношения. Он говорит, что «Я никому не завидую, никому не прескрастью, не питаю прескрастья. Я отодинаково с любовью отношусь к каждому живому существу. Но тот, кто с любовью и преданностью относится ко мне, тот является дорогим моим другом. И я всегда в своем сердце перебываю в нем, а он в своем сердце всегда пребывает во мне». Вот теперь слушайте. «Так устроены высшие силы, что они каждому дают возможность жить честно». То есть, любовь в чем заключается Бога к нам? Вот все, что мы получили хорошего в жизни, по своей судьбе, он нам дает. А все, что мы плохого должны получить, он нам это дает как испытание для того, чтобы мы стали лучше. То есть, он нам дает и наказание, и поощрение. И это его любовь по отношению к нам. И он одинаково честно, вот в этом плане, ко всем людям относится, хоть американец, хоть русский, хоть украинец, не имеет значения. Он любит всех одинаково. Понимаете? Какой бандит, какой-то святой. Всех одинаково в этом отношении любит. Но, если человек лично начинает думать о нем, ну то есть, думать о святых людях, которые являются предстоитем Бога, думать о святых местах, или просто о изображении Бога думает, то тогда в этом случае Господь лично начинает заботиться об этом человеке в виде милости. Существует две энергии в этом мире. Энергия судьбы. Хорошо сделал, допустим, в жизни? Получи награду. Плохо сделал, получи наказание. Так действует энергия судьбы. Все такое энергия милости. Эта энергия милости, это не хоряба. Эта энергия милости, это означает халява. И вот Богу служи, мне халява не будет. Нет, энергия милости, это не халява. Энергия милости, это знание. Когда человек хочет что-то для Бога, или просто по-доброму хочет для людей что-то сделать. Это так же, как для Бога. Потому что если мы для людей, для животных, для этого мира что-то бескорыстно делаем, то Бог в сердцах всех этих живых существ крадуется нам и воспринимает это как в себе. Как будто мы к Нему так относимся. Так вот, если мы по-доброму бескорыстно хотим помогать другим, то тогда в этом случае Бог дает свою милость. Единственный способ, как Он это дает, это знание. Когда человек получает знание о более глубоком представлении об этом мире, о жизни, это и есть милость Бога. Нет никакой другой милости, потому что знание меняет жизнь. Человек начинает по-другому в жизни относиться, более близкие отношения с воздушными людьми и строит. Допустим, вы увидели святого человека, допустим, пришли в храм, в церковь какую-то, и вышел какой-то возвышенный человек, вы почувствуете, что он возвышенный человек. И раз ему в ноги покланялись просто и сказали, «Пожалуйста, я хочу тебе служить, что я могу для тебя сделать? Может быть, я могу пожертвовать за этот храм или принести какой-то пищи?» Он посмотрит на вас, ему ничего не надо, потому что он самый достаточный, удовлетворенный. Он посмотрит на вас, скажет, «Ну, если хочешь, что-нибудь пожертвовать». И ты раз берешь, жертвуешь в храм. И он говорит, «Спаси тебя, что я могу теперь для тебя сделать? Я благословляю тебя, что у тебя родился хороший ребенок». И дальше что будет? Если слуга Бога что-то сказал, дальше Бог обязательно это выполняет. Или человек благодарный что-то сказал. Всегда вспоминается такой пример. У меня жена очень серьезно как-то скитировала. Она жила в таких очень тяжелых условиях. И ходила в храм, служила в храме медическом. И жила у бабушки с дедушкой, чужих же просто людей в Москве, которые очень старенькие, не могли ходить. И ей подружки нашли это место, потому что там не надо было никаких денег. Надо было просто о них заботиться. Ну, она любила заботиться. Она о них там мыла, стирала, убирала там, перепивала их, кормила. Ну, заботилась о этих людей. И когда дедушка уже ушел из жизни, а бабушка уже еле-еле ходила, она положила вот так ей руку на голову, так стояла, смотрела, смотрела, говорит, «Дай Бог тебе хорошего может». Я советую. Я не знаю, насколько осталось это. Она просто после этого очень быстро вышла замуж. Вот. То есть идея в чем же отличается? В том, что так работает уже отношение с Богом. Бог благословляет через людей. Понимаете, если мы заботимся просто о людях, честно, Бог помогает такому человеку сам через события. Мы не можем его в этом мире увидеть, потому что этот мир создан для того, чтобы мы его не видели. Мы не достоины его видеть. У нас очень много эгоизма в сердце, понимаете? А у него нет эгоизма в сердце. Теперь вы скажете, а Бог или иначе, это кто? Это Аллах или Иисус Христос? Это объясняет, что Бог приходит под разными именами в этот мир, в зависимости от склонности человека, его взгляда. Кто-то принимает такую веру, где Бога называют так, а кто-то принимает такую веру, где Бога называют так. Но если человек говорит, что есть много Богов, или Бога вообще нет, а есть просто энергия счастья вместо него, тогда этот человек находится в заблуждении. Ну так, просто как между делами. Как определить, кто он является настоящим другом? Есть признаки. Вот, допустим, вы с человеком общаетесь и сказали ему, я там познакомилась с парнем, допустим, девушка сказала, я познакомилась с парнем. И она говорит, как здорово, я желаю тебе счастья. И в ней в глазах искренность такая, понимаете, это настоящий друг. Дальше. Второй вариант. Подходишь к подружке, говоришь, я познакомилась с парнем. Она такая. Ну, хорошо. Означает зависть. Не испытывал зависть. О судьбе не положено вам вместе близко друг друга. Нет чистой други. Нет убеды. Дальше. Приходите в гости к человеку, допустим. Он раз вас искренне накормил и позаботился о вас. От сердца, от всего сердца. Может быть другом такой человек. Пришли в гости. Вот плохо как-то стало. Не может накормить. Не может быть близким другом. Теперь еще один вариант. Вы с этим человеком общаетесь. Попросили что-то делать. Он помогает тебе. Потом оказывается, что ему плохо. Он болеет. Но продолжает помогать. Этот человек может быть близким другом. Если человек... Вы говорите что-то человеку. Вы слушаете и не перебиваете его. То есть он слушает вас, а не перебивает. И потом начинает что-то делать для вас. Этот человек может быть близким другом. Если он от вас ничего не требует. Просто служит, заботится и ничего не требует. Этот человек может быть близким другом. Но все это возможно, чаще всего, только когда люди верят в Бога, потому что все эти качества указывают на святость. Чем мало в жизни таких людей? Вы на свято смотрите. С людишкой, подблизкой, подружкой выходит замуж. Вот у меня люди занимаются духовной практикой, девушки. Я заметил, что когда какая-то девушка находится в паре в нашем коллективе, там девушек шесть, наверное, какая-то одна из них находится в паре, допустим, да? Что происходит со всеми остальными? Они такие кислые приходят на работу через слезах. Я спрашиваю, ты чего такая кислая? Он говорит, что-то настроение. Я говорю, почему? Он говорит, не знаю, что-то испортил в последние дни. Я говорю, я знаю. Он говорит, ты почему? Я говорю, потому что ты завидуешь, что ты добьешь. Зависть она живет просто по природе. Она просто живет по природе. Или вы сейчас скажете, Олег Геннадьевич. Вы знаете, у вас лекции, конечно, хорошие, но я вот послушал лекции одного другого лектора. Он такие лекции классные читает, хороший врач очень. И мне эти лекции очень понравились. Как вы думаете, хорошие эти лекции или плохие? Я, конечно, скажу, что хорошие, но... Смотрите, у меня уже такой холод в жизни. Что-то такое, знаете, возникает внутри такое. Почему не я? Врачи. Это зависть, понимаете? Страшная вещь. Скупость тоже. Важно, как она спросила, важно, как я среагировал. Я же говорю про свои чувства, не про нее. Я говорю о том, что есть зависть в сердце. Понимаете, мы не можем игнорировать эту вещь, не можем игнорировать. Вы, понятно, вы слушаете мои вещи, вы не можете поверить, что у меня в сердце зависть есть. Потому что вы видите во мне предсоветели Бога, это особое видение, понимаете? Я не могу быть достойным этого, могу – нет. Но то, что вы видите – это уникально. Я тоже в старших это же вижу. И так надо жить. Пусть так, что могут быть недостатки, но если человек стремится к знанию Бога, то это само стремление является главным, что надо в нем увидеть. Все остальное не имеет большого значения. Но я сейчас говорю не про то, что вы видите у меня, а то, что у меня внутри. Это я говорю не про отношения с Богом, а про свое сердце, понимаете, в котором есть зависть. И когда меня спрашивают, мне говорят о каком-то другом векторе популярном и одновременно докторе хорошем, то у меня в сердце возникает ощущение – не может быть. Попытайтесь понять, чем я говорю. Я говорю о зависти. О том, что мы хотим наслаждаться этим миром, быть главным здесь, быть Богом, понимаете, быть контролирующими ситуацию. Это чувство страшное. Оно разрушает чистоту человека, его глубину. С ней можно только бороться с помощью старших, с помощью наставников. У каждого человека в жизни должен появиться старший. Если нет старшего – нет счастья. Это объясняет, что разум так устроен, что в нем есть возможность чистоты, быть чистым или оскверненным. Гордость или осквернение разума – это когда человек считает, что он знает все сам. Это факт, что мы все сами понимаем на основе своего практического опыта в жизни. Это наш самый практический опыт, самый верный помощник в жизни. Это факт. Но люди объясняют, что если человек при этом способен услышать опыт другого человека, который более разве духовно ближе к Богу. Я не про себя сейчас говорю, а вообще просто проста. Тогда в этом случае, несомненно, этот человек очищает свой разум от гордости и достигает приближения к осознанию своей духовной природы. Потому что самый близкий друг, который только существует в этом мире – это та личность, которая находится за нами в области сердца, которую мы не видим. И интересно, даже Молке, который исследовал вот эти пограничные состояния, жизнь, книга «Жизнь после смерти», он описывает то же самое, что и веды говорят. Когда человек оставляет тело, он как будто внутри туннеля какого-то движется, это тонкие психические каналы, когда он уходит из тела. И знаете, куда он летит? Куда он движется? Он движется за светом. Он видит свет – счастье. И за ним летит, вылетает тело из тела за этим счастьем. Как вы думаете, откуда исходит свет? Это та же самая сверхдуша, представитель Бога, это энергия, это Господь фактически сам, это Его часть находится у нас в сердце. И Он же нас уводит из тела, и Он же нас уводит в следующее тело. И мы за Ним летим за этим ощущением счастья, понимаете? Мы летим, Он постоянно заботится, Он является самым близким другом. И я вам сейчас раскрою некоторые из видов отношений, которые мы с ними имели каждый день. Но понять это непросто. Вот, допустим, девушки, поднимите руку, кто из вас в сердце крикнуло хоть раз? «Когда же я выйду замуж?» Поднимите руку. Вот, девушки, да, очень общительное видно все эти голоса. Микрофончик, дайте мне, пожалуйста. Да, в синенькой копточке вот. Ну, в синенькой, еще раз лучше. Вот, вот. Вы же нет. Дальше, дальше. Вот, в синенькой, да. В Беларуку сказала, что она крикнула так жизнь. Я самая смелая. Я пойду на руку. Никто не сомневается. Сейчас вам еще надо быть самая сообразительная ставить. Теперь я хочу вам задать вопрос. А кому вы кричали? У человека нет в психике такого свойства кричать истерично самому себе. Самому себе никто не кричит. Потому что, когда мы кричим, мы хотим гарантии каких-то. Понимаете? Вот, допустим, вот взять ребенка маленького. По психологии. Классический вариант. Ребенок упал. Никого нет рядом. Он может фукситься. Кричать не будет. Но, когда он видит маму, начинается эсерика. Почему? Потому что он хочет помощи. Поэтому он кричит. Теперь вы хотели помощи. Кричали. К кому? Видимо, папу. Видите, вы начали спружать, да? Почувствовали, о чем вы речите. Но мы же об этом не знаем. Я приведу другой пример. Ну, такой классический, который я призвляю. У меня есть такая болезнь, как бы, ну, не развита, скрытая. У меня есть нарушение превращения в глубоком мозге, в переутовление. Когда я лекции вычитаюсь, наезжу и, допустим, лежаю домой, спать положусь, то в глубокой ночи бывает так, что у меня, ну, перестает срабатывать летательный центр. И такой, раз, и отвлекание останавливается. И я в этот момент обнаруживаю себя сидящим и такой, ха-ха-ха, вот так ушел. Риск. И в следующий момент, когда я, я очень люблю исследовать все в этом мире. И в следующий момент, когда я обнаруживаю себя сидящим в постели, вот так, вышащий, ха-ха-ха-ха, в следующий момент я задаю себе вопрос сразу же. Кто меня посадил, если я сам не помню ничего? И кто заставил так быстро дышать? Я задаю себе вопрос внутрь, в сердце. И в виде ответа что получаю? Улыбку вот там получаю. Ощущение радости. За то, что я сообразил. Потому что у нас есть учитель в сердце, он постоянно насучен. Следующий вариант. Я всегда люблю немножко отдыхать после еды. И когда отдых должен закончиться, я прошу ее душу, чтобы она сказала, пора вставать. Все. И как бы я услышал ее голос, пора вставать, встал, подошел, говорит спасибо, что разбудила, все. Она говорит, я забыла. Сразу возникает вопрос, кто сказал, пора вставать? Я же слышал голос жены. Я уже задавал вам вчера вопрос. Кто из вас слышал мои наставления ночью во время сна? Вы спали и я вам что-то рассказывал? Вы слышали? Я ничего не говорил. Я вот честно вам говорю, я ничего не говорил. Знаете, кто говорил? Бог в вашем сердце вам говорил. Вы поняли о том, кто такой самый близкий друг? Попытайтесь об этом догадываться потихоньку и начинать. Потому что мы даже представления не имеем вообще никакого в этом мире. Например, мы не знаем, кто управляет всем делом. Вы сами управляете? Кто сам управляет всем делом? Поднимите руки. Вот смотрите, мы пищу заклатываем внутрь. Нам дается сигнал, что она вкусная. Это значит, что она подходит. Будет давать силы, здоровье. Да? Мы поели, проглотили. И вот только в момент, когда мы наелись, у нас об сигнал. Все, дальше нести нельзя уже. Можно еще запекать пару кусочков? Но не слишком много. Так? И потом дальше что там происходит внутри? А дальше там многочисленные миллиарды различных процессов. Сосвоение каждой клетки пищи. Там все распределяется. Понимаете? По всему организму. Мы никогда не знаем, как это происходит. Но все происходит очень точно, как надо. Понимаете? По нашей судьбе. И в какой-то момент мы вдруг... Оп! И опять сигнал пришел. Что пора идти с лекцией, а то будет понятно. Вот просто хотя бы включите этот момент в своем сердце. Подумайте хотя бы чуть-чуть. Эти миллиарды процессов, которые происходят в организме, совершенно перегранно, синхронно. Ни один завод не может без управления жить. Мы не знаем какую систему в этом мире, которая выжила без управления. Наш организм управляется великолепнейшим образом. Но мы ничего об этом не знаем. Мы просто говорим себе. Я хочу жить. Точка. Кому мы говорим в это время? Я хочу жить. Я первый раз с этим феноменом в своей жизни столкнулся 12 лет. На мне было 12 лет. Жизнь была ужасной. Ну, то есть я, видно, в прошлой жизни много задолжал. По этой же причине я постоянно речу людей, наверное, много бедокурил в прошлой жизни. И... Продители дрались, спили постоянно. То есть мать страдала, это сбил. То есть страшная жизнь просто. Я это все видел постоянно. Я просто уже не знал, куда сидел. Я убежал. Это было Тольятти, окраина города. Я убежал в лес, в поле. Бежал, бежал зимой, ночью. Бежал, бежал в поле. Потом встал на колени. Ну, я в лесном живу, в Советском государстве жил. Поднял руки в небо и закричал. Причем как-то каким-то голосом и своим закричал. Сейчас вспомню. Этим кустым. До двадцати восьми лет я буду страдать. А потом обрету знания. И моя жизнь станет счастливой. Закричал представляете? Я вообще не понял, что произошло тогда. Но когда я бежал, у меня была только одна мысль. Когда это все закончилось? Когда это все? Я не могу больше терпеть это все. Я уже не могу так жить. Понимаете? В двадцать восемь лет я познакомился с Великой. Кто закричал? Давайте будем учиться соображать. Понимаете, да? Можно свечу, что угодно присваивать. Но по факту мы должны разобраться глубже в этой жизни. Кто самый главный помощник человеку в жизни? Надо разобраться в этом вопросе. Потому что люди после лекции ко мне подходят. Олег Геннадьевич, что делать? Муж изменяет. Только не говорите, что молиться. Я это уже слышал. Что-нибудь практическое. Практический совет дайте, пожалуйста. Я говорю, я не могу больше ничего вам сказать. Ну объясните мне, почему он умеет меня? Я хорошая. Ну потому что вы делали то же самое в прошлом. Ну я же не помню. Не помните, потому что вам не положено помнить. Память это награда. Когда человек что-то помнит в своей жизни. Когда он никогда уже не повторяет этого. Поэтому люди возвышенные просят памяти. Пожалуйста, Господь, дай мне память о том, что я плохого сделал в жизни. Чтобы я никогда об этом не забывал. Понимаете? Память это не то, что сейчас прямо раз нам и дали память. Почему мы второй раз награды не наступаем? Потому что мы недостойны памяти. Когда человек помнит, второй раз награды уже не наступают. Каждый раз, когда человек рано утром встает с постели, он благодарит Бог за то, что так классно. Он молится, радуется. Поднимите руку, кто испытывал это счастье в своей жизни. Вот. И теперь вспомните, что на следующий день может быть так, что вы просто продолжаете спать в постели. Не вспоминайте, какую радость вы испытали в это утро. Так ведь или нет? Потому что память это награда. Если бы каждый день человек помнил, какое счастье он испытает, когда рано утром встали, да какие же тогда проблемы в жизни нашей были? Не было бы никаких проблем. Или когда человек хотя бы раз в жизни кого-то прощает, в молитве приходит прощение. Прощает – это неправильное слово. Приходит прощение в молитве. Когда сердце его освобождается от груза, неприятного восприятия другого человека. Если человек это запомнил чувство, разве он не будет на кого-то злиться в своей жизни? Конечно, нет. Потому что память – это награда. Надо ее заслужить. Поэтому не надо капризничать. Я не знаю, за что я страдаю. Придет время узнать. Это определенный этап жизни. Когда человек начинает раскаиваться. Вот, допустим, женщина сделала оборудование. Первое, что приходит. Когда человек поступает плохой поступок совершать, три реакции наступают. Первое. Самая первая реакция. Меняется восприятие мира. Человек понимает, а нормально делать так вот, все делать так вот. Первая реакция. Меняется восприятие мира. Вторая реакция какая? Какая? Возникает привычка так делать? Человек думает, ну ничего страшного, сделал, сделал. Потом в следующий раз уже надо делать, думает, ну пойду делать. Уже есть привычка. Все. Уже дорога пошла в это направление. И третья реакция какая? А третья реакция ужасна. Если женщина убивает ребенка в своей утробе или мужчина ее заставляет убивать, то в следующей жизни тот, кто виноват, точно так же вылетит из утробы. Прежде чем родиться на земле, придется сначала вылететь из утробы, то есть потерять жизнь при самом ее зарождении. И это очень больно. Но если женщина начинает молиться, раскаиваться, первое, что она получает в жизни, то она раскаивается, раскаивается. Что первое? Ну как ты думаешь, что первое приходит в сердце? А? Да неудовлет, что он это сделал. Правильно. Молодец. Значит, раскаивается. Первое, что человек осознает, что он действительно виноват. Потому что когда человек начинает раскаиваться, он просто это делает без чувства долгого. Ему старше рассказать, не раскаивается, а он раскаивается. У него даже представления нет о том, что аборт это плохо. Ну как бы все живут, все делают аборт. Чего тут дают так? Чего иначе ты предстаешь? У нас просто невозможно вырастить этого ребенка. Люди просто не знают, что когда ребенок появляется в утробе матери, он же и создает по своей судьбе возможности. Для его жизни. Для его жизни. Вот допустим, если ему положена такая жизнь, какая у вас сейчас есть, то тогда ничего не создается нового. Но если вы считаете, что ваш ребенок должен другую жизнь иметь, тогда вы увидите другую жизнь. Как-то ребенок в утробу попадает, у мужа появляется другая работа, у вас появляются другие возможности. И все будет в жизни. И начинает расширяться по его судьбе. Вы что думаете, что всегда люди достигаются только огромными усилиями? Нет. Вот я, допустим, в институте учился, у меня был друг, который запоминал все сразу. И он, знаете, как учился, он на уроки придет, послушает материалы. Даже не записывал. Просто послушает материалы. И даже в книжке потом не заглядывает. Он говорит точно то, что он услышал. Он ставит пятерки всегда. И так же на экзаменах тоже. И он вообще не парился. Не учился там, занимался и не было в судьбе. А я субрил и субрил целыми днями и все равно тройки получал, потому что память хватает. Возможности в этой жизни у всех разные. И бывают дети, которые имеют огромные возможности, а бывают маленькие. Все зависит от их судьбы. Когда что париться? Если вам ребенок, Бог дал ребенка в утробе матери, Одна женщина пришла к святому человеку, который занимается поклонением в храме. Он способен видеть. И он такой посмотрел на пару кей. И посмотрел на руку. У вас, говорит, пять детей. Он такой смотрит на него. Он не поймет, о чем речь вообще. Он дальше смотрит на нее. Сейчас кто объяснит? У вас пять детей. Трое из них погибли. А двое остались живы. Она говорит, у меня и было всего двое. Он говорит, подумайте. Потом вспомните. Потом и так же поговорил. Что это значит? Значит таки сделала три аборта. Вот и все. И у нее мозги начали работать после этого. Она начала раскаиваться, плакать. Очистила свое сердце. И станет улыбкой из жизни. Сердце стало полным. Если бы она не раскаивалась, у нее тоже сказал, что было бы. Рак, марки. За все надо платить, мои хорошие. Понимаете? За все надо платить. Ну это так между делами. Но, понимаете, есть главная проблема в нашей жизни. Только одна главная проблема. У нас нет знания, как жить. В этом только одна проблема. И почему люди делают одну глупость за другой в своей жизни? Они не знают, как жить правильно просто. У них нет понимания, что дальше будет от этого. Поэтому главная цель в жизни человека – это не заработать деньги на квартиру, как нам кажется. или не устроиться на получше работу, не иметь финансовый достаток. Это все тоже хорошо. Это называется важной целью жизни. Есть жизненно важные цели. Жизненно важной целью является сохранение здоровья. Это более важная цель – сохранение здоровья, чем работать. Некоторые думают, я упахиваюсь, у меня не здоровье, но зато я смогу купить дом. Купить дом – это важная цель в жизни. А сохранить здоровье – жизненно важная цель. Поэтому сохранение здоровья стоит выше, чем покупка дома. Чтобы вы знали, то некому будет в этом доме жить уже такой. Или будете геморрой за собой поставить там, наматывать проводы, живя в доме. Уже не понадобится этот дом с геморройом. Есть еще высшая цель в жизни. И жизненно важная цель – это хорошее здоровье. Жизненно важная цель. Дальше – получать духовное знание каждый день. Это жизненно важная цель. И жизненно важной целью является понять, как мне действовать в этом мире, какова моя природа. Вот я женщина, что мне важнее – думать о семье или о работе, в первую очередь. Это жизненно важная цель. Без этого женщина нормально жить не сможет. Если она будет больше думать о работе или семье, у нее начнут падать гормональные функции, здоровье портится, месячные начнут строгать. И она теряет красоту, будет и останется вообще одна в жизни. Что не будет приятно жить. Три жизненно важные цели – это здоровье, это духовное образование и действовать согласно своей природе. Как Бог создал тебя, так и действует, так будет легче жить. И есть высшая цель жизни. Высшая цель означает служение Богу и людям, достичь бескорыстной всей жизни, достичь служения, достичь любви, достичь понимания высшего понимания любви. Это принесет максимальное счастье в жизни. Высшая цель жизни фактически приводит к максимальному счастью. То есть счастье – это не то, что мы должны получить в жизни, как некоторые думают. Где счастье? Дайте счастье. Это награда счастья. Что-то наградается счастьем, когда вы понимаете высшую цель жизни. Большинство людей живут ради просто важной цели жизни. Не жизненно важной, а просто важной. Важными целями какие являются? Важной целью является получить образование для того, чтобы найти себе работу. Важной целью является найти себе работу. Важной целью является воспитать детей. Важной целью является зарабатывать себе на жизнь. Иметь квартиру, дом. Это важно всю жизнь. Теперь у меня вопрос. А если нет детей, человек может быть счастливым? Может быть. А если нет квартиры? У меня нет своей квартиры. Я могу быть счастливым? А если у человека нет работы, он может быть счастливым? Может быть. Понять, поверить в это сложно, в общем, многим людям. Потому что они поставили эти цели главными. Уже поверить сложно. Но вот если у человека нет здоровья, счастья точно не будет. Если у человека нет цели, он не изучает духовное знание, он будет жить как слепой котенок. Если человек действует не по своей природе, делает что-то другое, он тоже будет несчастливым. Понятно, да, системы? Как получить знание по всему этому? Знание приходит через отношения с Богом. Есть несколько способов, как это сделать. Первый способ – это молитва. Второй способ – это изучение под руководством верующего человека духовной литературы, рабственной духовной литературы. И третий способ – это общение, отношение с теми людьми, которые идут этим людям. Вот три способа, дающие победу над судьбой. Это молитва, внутренняя жизнь. Второй способ – изучать опыт, знания получать из писания. И третий способ – это отношение, общение. Вот сейчас у нас третий способ – мы общаемся. То есть получаем образование в этом направлении. От глубокой жизни. От жизни – сердце, внутри сердца. У нас сейчас уже 9 часов. А через 20 минут уже нам надо, ну, начинать желать всем счастья. Потому что, ну, закончить пораньше придется. Давайте сейчас какие-то очень серьезные вопросы. Я вообще, ну, как бы, три лекции – это ничто, понимаете? Мои исследования, то есть я написал диссертацию на эту тему, показывают, что только через год слушания лекции, по крайней мере, человек начинает менять свою жизнь. Только через год серьезного слушания. Вот у кого жизнь изменилась после того, как Вы полгода начали слушать? Понимаете? Вот, нормально. А у кого через год изменилась подниметка? Так, а год уже никто не слушает, да? А у кого через два подниметка? Вот. Через полгода даже меняется. Видите ли? Вот, не делайте. Да? Ну, это значит, что Вы до меня уже чем-то заменять занимались. Вы были готовы, понимаете? Было от них без нуля. Вот работали, жили, бац, начали лекции слушать, жизнь начали менять. Полгода минимум, чтобы произошли перемены, чаще всего через год. Поэтому не думайте, что Вы с первого раза, кто первый раз на лекции пришел подниметку. Не думайте, что Вы с первого раза сейчас раз и все измените в жизни. Продолжайте изучать. Хорошо? Теперь вопрос. Ваш вопрос. Никакольчик, давай, где у нас свет душа? Представитель свет души. Видел девушку красивую. Спасибо. Здравствуйте. Хочу спросить такой вопрос, который очень часто меня мучает. Детей маленьких, когда особенно происходит для меня Сирия и тому подобное. То есть, это получается, что и они ранее были грешны и здесь что-то отрабатывают? Да, конечно. А как, на счет их зрения, когда дети безгрешны до определенного возраста? Нет, они не безгрешны до определенного возраста. Дети просто до определенного возраста и грехи не выходят наружу. Они находятся внутри, их не видно. Хорошо, в таком случае, что я просто прошу, в каком облаке для тех людей, которые совершают какое-то насилие над этими детьми. Потому что иначе я не могу как-то покроиться. Что еще можно теперь поменять? Первое, что когда человек наказывает невинного человека, плохо поступает, надо просить для него знания, чтобы он преузнает. Так что вы можете просить наказание у Бога для этого человека. Потому что наказание, наказывает человек, это тоже вид любви. Но надо просить наказание, чтобы он отрезвел. Не просто, чтобы ему плохо было, а чтобы через наказание он получил отрезвление, понял, что так делать нельзя. Можно и того, и другого просить. Можно просить, чтобы Бог им дал знания, чтобы они не верилися. Таким образом, если у вас хватает силы переварить это все и простить их. Или можете просить у Бога, чтобы он дал им знания, дал им наказание, чтобы они отрезвели. И то и другое нормально. Если кто-то плохо вызывает, делает больно против людям, то можно два типа реакции. Или простить его, или наказать. И то и другое нормально. Но сам человек не сможет наказать. Только Бог это делает. Но иногда, если человек, допустим, вымерится, нет, кто-то на улице кого-то насилует. Вы обязаны наказать этого человека. И если должен быть сопротивляться, вы имеете право, как бы, если он будет вас убить, вы можете его убить даже. Это не является грехом. Понимаете? Есть люди, которые обязаны наказывать. И они должны наказывать. И они должны думать, что наказание является грехом. Это не грех. Это выполнение своего долга перед Богом. Ваш вопрос, да? Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как следует устраивать отношения с младшими? У меня есть сестра, младшая, ей 16. Она так спасилась с алкоголью. И мама сказала, чтобы я сама его воспитывала и как-то решила. Спасибо. Очень важный вопрос. Спасибо. Вот смотрите. Первое, что вы должны понять… Вы встаньте, я вас не вижу как-нибудь. Да. Первое, что вы должны понять, это то, что младший – это тот, кто имеет право ошибаться. Это очень трудно понять, потому что мы всегда всех считаем равными. У меня есть помощник, со мной врач приехал, который дает консультант сейчас бесплатно. Он у меня учится, он для меня младший. И это означает, что он имеет право ошибаться. Когда он делает глупости, я должен ему строго что-то сказать, но потом дальше простить его. Дать ему право делать глупости. Это означает, что я воспринимаю, что вы младший. Но если я не даю право ему делать глупости, кричу на него, как у меня соседка студента была, она кричала на свою дочку. Как будто такая дура уродилась. Сама похожа на нее один к одному. Это равное отношение, не отношение с младшим. Отношение с младшим означает дать возможность человеку ошибаться. Вот ваша сестра выпивает, да? Дайте ей эту возможность. Почему она выпивает? Потому что судьба так на нее придавила. У нее не хватает ни знаний, ни любви в сердце, чтобы не пить. Она выпивает, додает свою жизнь. Первая стадия. Примите ее такой. Неосознанную жизнь. Примите ее такой. Это принятие требует силы. Первое, что вы должны, вы молиться должны Богу, чтобы Он дал вам силы. Оформите свою молитву, чтобы она была актуальной, злободневной. Бог вам должен дать силы принять ее такой, что она может быть такой. Когда вы ее так примите, был такой Дадженко браковок. Он вылечивал всех алкоголиков, которые у них были. Знаете, как он их вылечивал? Первое, что он уделал, он принимал такие. Он садился с ними, разговаривал о жизни. Но они никогда не говорили о выпивке. О том, кто хороший, кто плохой. Они просто говорили о том, что в жизни полезно делать. Как работать лучше. То есть они кругились, полдня общались. Разговаривали о жизни. И все эти люди переставали пить. Потому что им открывали сердце, они открывали сердце. И человек, когда так живет, у него пропадает интерес к этому спиртному. Потому что спиртное означает заливать мозги. Убивайте свою жизнь просто. Уходите в туман. Вам надо понять просто сейчас, что первое, что вы должны, дать возможность ей так жить в своем сердце. Она младше делается. Это означает любовь. Просто примите ее такой. Как только вы ее примите такой, это означает, что любовь из вашего сердца. Ваше сердце сейчас отторгает ее. Говорит, я не могу с этим справиться. Зачем ее делать? Означает, не хватает любви. Когда вы ее приняли такое, то есть смотрите, уже ваше сердце успокоилось по отношению к ней. Первая стадия. Вторая стадия. Вы умолитесь дальше в обувь. Вы ее прощали. Не только приняли, успокоились, а уже прощали. Уже к ней пошла дорожка в вашем сердце. А потом дальше вы с ней начинаете говорить о жизни просто. Вы когда ее простили, она почувствует это и к вам начнет тянуться. Вы с ней говорите, вот как ее зовут? Лиза. Слушай, Лиза, а что тебе в жизни нравится? Вот что, а есть какие-то интересы в жизни? Ей что-то нравится? Модельное. Модельное агентство. Сложение моделей. И вот вы как бы принесите ей журналы. Лиза, а ты видела вот такие модели вообще? Вот такие, смотри, какие классные модели. Принеси ей, покажите как бы ее модели. Вот если с собачкой вы хотите подружиться, принесите ей кость. Она этим интересуется. Она очень грусть и вас будет уважать. В первый раз видит вас, скажет. Га. Она будет очень раз уважать, понимаете? Потому что вы актуально что-то для нее сделали. Ей любовь дали собачке. Но если вы ее принесете в Библию, как бы она не поймет. Собачка понюхает. Мне вкусно пахнет. Ну то есть ей как бы не интересна философия. Она хочет кушать только и все. И вот ваша сестра она находится на таком уровне развития сознания. Подарите ей любовь. Принесите ей вот такой модельный журнал. Скажите, тебе подарок. Я тебя люблю, моя хорошая. Все. Занимайся моделью. Как только вы начнете ей дарить любовь, она сразу же начнет от вас перенимать сознание. Вместе с любовью от вас потечет знание к ней. И она начнет интуитивно, сама того не понимая, интересоваться тем, что вы делаете в жизни. Она скажет, а вот я моделью не интересуюсь. Вы станете в нее подружкой. А что ты чем интересуешься? А вы скажете, ну, а я вот лекцию слушаю. Ну, мне кажется, модель интереснее. Ну, мне нравится вот лекция. Она скажет, а лекция о чем? Вы скажете, о лекции, о людей, о дружбе. Она скажет, а если я послушаю? Вы скажете, ну, наверное, тебе и будет интересно. Лучше занимайся моделью. Она скажет, нет, я хочу послушать, мне интересно. Вот. И так постепенно она будет интересоваться вами, вашей жизнью. Понимаете, вы не будете на этой стадии, так как она находится в невежестве, и не надо пытаться наказать ее, обвинить. Потому что наказание только в благости это вот это. Страстные люди не любят наказание, невежественные тоже не любят. Они любят только любовь. И нам только дарит любовь в это время. Вот вы все благостные. Я могу вам правду сказать, там, как она едет на вас. Вы слушаете, как принимаете. Понимаете, вы другие уже люди. Люди бывают разные, понимаете. И постепенно, постепенно ваша сестра выйдет на правильный путь. Но знайте, что это находится в рамках вашего экзамена. Если вы будете ближе к Богу и будете трудиться, то она будет возвращаться. Но это труд. Я думаю, кода на два. Ну, то есть, так и все-таки сроки в этом труде. Теперь для вашего вдохновения садитесь. Я вам кое-что сейчас продемонстрирую. Это не мои способности. Это способности тех, кто уже прошел этот труд. Поднимите руку, у кого из вас близкий человек бросает пить в результате вот такого пути, который вы проходили. Вот сзади женщина. Подняла первую руку. Да, в пятомчике. Ага. Расскажите, что вы делаете? Ваше внутреннее действие. Что вы внутри себя делаете? Что я хочу сразу сказать. У меня в гражданском раке 15 лет прожила с мужем, а его сейчас уже нет. Но у меня сейчас сын живет со мной. Буду вернуться как бы ко мне. Ему сейчас 25 лет. Вот он пришел совершенно раздолбанный в этом отношении. Ну, так сказать, внутренне похожий на бомжа. И когда вот он сейчас убивает его и еще что-то. И когда я ему говорю, Саня, он говорит, мама, ты не видел, что я делала раньше. То есть раньше ты не мог пить 5-6 литров после смены, после работы. Это вообще ну нифига не делать называется. А теперь он перед каждым шагом, чтобы его, ну тогда его все равно залозили, он вообще, честно говоря, физически ломает. То есть он ключится, лучшийся. Вы сейчас говорите о результатах. Да. Я вас прошу, что вы делали в своем сердце для того, чтобы эти результаты... Ну, вот как ты в первом случае с мужем и в втором случае с сыном, я не просто люблю. То есть я принимаю человека таким, какой он есть. Вот я люблю, независимо ни от чего. А чтоб полюбиться из меня и что вы делаете? А, ну вот когда сын вот снова сейчас как бы пришел вернулся ко мне, у меня было некоторое вторжение. Тогда я начала просто в нем искать то, что, ну, нет, как сказать, заново, возможно, я его начала узнавать. И вот я понимаю, что сейчас уже чуть больше, чем полгода прошло, я практически в нем люблю все. Это значит, что вы не понимаете, что вы делаете. А я сейчас вам расскажу. Да, я, может, не понимаю, но... А я сейчас вам расскажу, что вы делаете. Вы ему честно, искренне служите и прощаете. Все, что он делает, не так. Ну, я считаю... Это также является служением Богу. Это тоже как молитва действует, но не осознанно. То есть вы прошли тот же самый путь, без молитвы, просто искренне верят в человека, прощали и не служали. Но я бы хотел сейчас услышать человека, который с помощью отношений с Богом победил судьбу. Потому что это более быстрый и сильный путь. Поднимите руку, кто, у кого есть какой-то такой опыт. Вот, давайте сейчас... Вам я очень благодарен. Вы делаете так же, как вы делаете, у вас все хорошо. Если еще научитесь молиться, тогда будет еще лучше. Потому что то, что вы сейчас делаете своими силами, у вас хватает сил, у вас много сил душевных. А бывает так, что у человека нет сил. Вот, вот, девушка вот здесь, вот здесь вот. Да. А бывает так, что у человека нет сил, он не может ни простить, ни принять. И вот, когда человек начинает думать о святости, у него эта возможность приходит в сердце. Так он побеждает свою судьбу. А вы заранее уже имели силы и просите принять, служа близким человеку, усиливали эти силы. Это тоже правильный путь. Но есть путь более мощный. Ну-ка, расскажите нам. Я уже достаточно давно, наверное, лет 12, я бабушка приучала ходить в церковь. И я потихоньку, потихоньку, трудно, конечно, но на своем жилопаде, на каких-то тяжелых ситуациях дошла до Бога. И хожу в церковь, и я батюшка, где-то исполнение. Кому вы помогли молиться? Самому молодому человеку. И как, расскажите? Ну, сложно было в начале Таркавы. Ваша лекция давала слушать. Он почему-то всегда засыпает, когда я его не слушал. Ну, супер это вообще просто. Я тоже, когда начинал слушать лекции старших, первое, что у меня плохой сон всегда. И я, когда начал лекции старших слушать, я отвечал всегда и засыпал под лекцией. А потом, когда я просыпался, и лекция ночью шла, я думал, блин, классно. И опять засыпал. Когда на меня один человек написал письмо, говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я так хорошо сплю под них. Я его понял. Потому что я тоже так начинал. А другой мне написал другое письмо, я тоже его понял. Он слушает «Веда-радио» у нас на сайте, там тоже лекции мои. Он говорит, выключить «Веда-радио» и спать не могу. Ну, рассказывайте. Я молюсь потихоньку. Конечно, не сразу получается. Тяжело. Не всегда получается, но могу молюсь. Хожу в церковь. А что с ней интересует человека молнии? Он так-то тоже, в принципе, верующий. Но его окружение не дает ему, как он сказал, дойти до этого. Ну, люди же близкие. Он меняется к лучшему. Да, он меняется. Вот это очень важно. Видите, она как бы не говорит об этом сразу. Я бы немножко вытягиваю. Потому что это само собой в жизни. То есть у тех людей, которые так живут. Он меняется? Пора заканчивать, да? 20 минут уже, а у меня 15. Что, неправильно умеешься? 20 минут времени, да? 15. Все, на все, 15 минут. Вот. А алкогольник употреблял? А мы сейчас уже, вот, даже в компании взяли, уже заказываемся. Знаете, просто всегда, когда человек молится, идет таким путем. Сил вкладывается очень много. Они все, они все уходят внутрь, эти силы, внутрь человека входят. А наружу выходит малый результат. И поэтому кажется, что мало. Одна девушка ко мне пришла, говорит, Алина Геннадьевич, молюсь каждый день. Желаю счастья своему близкому человеку. По-моему, ничего не меняется совсем. А я... А я и должен сказать, она меня кормит, как ты. Та организатор у нас. Вот. Аплодисменты. 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 И... Аплодисменты. 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 Понимаете, мы часто, ну, нам недостаточно, понимаете, близкие люди меняются, но нам не хватает, нам надо больше, понимаете. Вот этот момент как бы надо тоже учитывать, что мы всегда летим больше, чем вкладываем в своих сил. А так не бывает. То есть мы вкладываем силы, человек меняется медленнее всегда, чем мы вкладываем силы, но потом это выстрелит внутри. Понимаете, придет время, и он в виде благодарности в сердце его придет вот этот вот. Счастье за вложенный труд. Спасибо вам большое. Последний вопрос, и мы сейчас будем желать всем счастья. Какой-то вопрос, какой-то, может, наболевший вопрос, у кого-то наболевший вопрос, есть один? Вот женщина, она... Ну, давай, Федоровичу. А, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, как понять, что действуешь в согласии со своей природой? Есть несколько признаков. Первый признак. Вы, когда начинаете что-то делать, и вам деньги, деньги у вас стоят на второе место. Это значит, что вы действуете согласно своей природе. Вас действие увлекает, и деньги стоят на второе место. Значит, согласно природе. Первый признак. Второй признак. Вы, как рыба в Одессе, там чувствуете, у вас опыт, как бы, нащупывается легко. То есть, вы начинаете что-то делать, и ощущение, что вы, как будто, всегда это делаете. Вот, например, я, когда начал читать лекцию, это было, мне было 23 года всего, меня заставили буквально, и мужчина говорит, давай читай лекции. Это было в НИИ, то есть, он меня привел. Я просто ему рассказывал о здоровом жизни в больнице. Нет, братом был. И, ну, еще студентом был. И он мне говорит, будешь читать лекции моим сотрудникам. НИИ. Ну, то есть, там 3 человек пришло слушать лекции. Ну, взрослые люди, я пацан, 23 года. И у меня коллеги начали покрашиваться. И я думаю, ну, то есть, очень плохо, очень тяжело было. Просто очень тяжело. А они, знаете, такие слушают с удовольствием, говорят, приходи еще. И, знаете, я там разговорился, песни начал петь. И понеслась, ну, что нравится. Ну, то есть, через месяц я уже там поткал лечки вовсюду. Потом мама сказала, что бывало, что на установке долго стояли, как бы, она мне на лапу ставила, и я по часу там стихи всем рассказывал. Люди собирались, слушали, 4 года. Так плавно определяется. Человек просто склонен это делать. Это второй признак. И третий признак такой, что всегда есть в жизни что-то, что делать дает возможность больше денег. Но когда человек начинает действовать по природе, это ему дает меньше денег, но больше счастья. Это другой признак. Когда человек действует по природе, денег сразу много не бывает. Но бывает много удовлетворений. Для человека в жизни всегда выборы. Или деньги, или удовлетворение в сердце. Не будет хватать денег, как побороть этот страх. А не надо его поборовать. Почему человек боится, что ему денег не хватит? Потому что у него не хватает отношений с Богом. Не хватает у полной силы внутри. Я могу свой опыт по-моему сказать. Это опыт уникальный. Потому что я с детства занимался духовной практикой. Работал над собой в принципе. У меня не было веры, но у меня постоянного. Но когда я приобрел уже веру, я практически все бросил. То есть я бросил работу, начал добрые дела делать. Поехали на вас с друзьями. Начали лечить людей, просто там заботиться обо всем. Вот. И в одно время я попал в Индию. Своими учениками, помощниками. И мы там работали. Ну вот люди приезжали оставлять тело с тяжелыми заболеваниями в одном месте. И мы просто о заботе всем ухаживали. Много интересного тоже об этом можно сказать. И была такая ситуация в жизни, что у нас кончились деньги. А я такой очень фанатичный был настроен. И я говорю, не волнуйтесь, Бог поможет. А уже жрать нечего, кушать начать, Бог поможет. И в этот день пришел один человек. И он говорит, вот у меня письмо из Америки. Вам пишет человек, который хочет помощи от вас. Дайте им, пожалуйста, совет. Я открываю письмо, там лежит 80 долларов. Ну, там деньги в это время достаточно большие деньги. То есть мы пожили в это время, там, месяц, наверное, на эти деньги покушали. Нормально. Потом опять деньги кончились. И они мне говорят, что опять письмо придет, что-то есть. И деньги-то возьмутся. А мы все бесплатно сплужили люди, бесплатно учили все. Не просили денег ни у кого. Я говорю, ну да, все будет нормально, не волнуйтесь. И в этот день вечером приходит еще один человек, другой, говорит, вам письмо из Австралии. Вот я вам реально говорю, как было. Ничего не придумываю. И там 60 долларов лежит. Нам хватило еще на какое-то время. И они говорят, что теперь так и будем жить? У нас криза кончается будет. Она тут деньги наберет на самолет. Ну, как бы мне народ рассказывает. Три помощника мне тут. Они уже бояться начали. Я по-настоящему был конкретным. Сейчас я, конечно, так не делаю. Но тогда вот у меня такая вера была. И пришел один человек. У нас с ним вместе один духовный учитель. Он очень богатый человек. Он пришел ко мне за советом. Я проконсультировал его. Он еще раз пришел. И потом смотрит. Говорит, что-то у тебя беленькие ходят помощники. Что у тебя там так? Я говорю, да все нормально. У нас все классно. Спасибо. И он одного из них подозвал тайком. Он говорит, что-то какие-то проблемы. Вот это. Я не пью это. Вот он ничего не сказал. Пошел, посчитал. Все видно. И приносят вот такую пачку 100 долларов купюр. Такую, как бы, говорит мне. Это не тебе. Это вам на дорогу. Это вам на жизнь. Это на то, на то, на то и на все. Если останутся, ты можешь вернуть. Если захочешь. Ничего не осталось. Все хватило ровно. Сколько надо для жизни. Надо думать о деньгах. Когда человек думает о Боге, Бог ему дает все нужное для жизни. Вот вы сейчас наполнили этот зал. Смотрите, здесь не больше, не меньше, а полный зал. Откуда вы такие вот собрались все? Вы зал напомнили. Когда тысяча человек в Москве, тысячу человек ровно приходит. Не 50, не 60, не 1500, а именно тысячу. Отчего так? Не знаете? Есть высшие силы, которые все контролируют. Понятно, да? Вот когда вы это поймете, тогда вы не будете бояться, что вам денег не хватит. 100% не аккуратно. А сейчас давайте сядем прямо. У нас, к сожалению, время кончилось. Меня раз в 10 попросила женщина, которая предоставляет этот зал. Она сама слушает лекции, тоже здесь сидит. Она попросила, что надо закончить раньше, потому что будет дискотека и неспособимые мероприятия. Сели прямо. Сейчас мы будем желать счастья. Опять под Богородицей делаю радость, да? Вам вчера понравилось? Да. Сильно почувствовали силу пожелаемый человек. Настроенный голос монахов, это просто монахов, или хор монахов. Но видите, они чистые люди. И их чистота, святость дает силу. Обреждает Святую Духу. А потом, вот, мне все-таки Бог дал возможность быть счастливым. Я раздавлю все точки святого, подходить. Потом придется уже не уходить. Я раздавлю все. Я раздавлю все, что меня заставили. Я раздавлю все, что я надеюсь. Я раздавлю все, что я надеюсь. Я желаю всем счастью. 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 Позвольскому счастью. Я желаю вам справедливуюmy. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Позвольск og proportion.